Показали интересную олимпиадную задачу из Канады, где все условия на рисунке нужно найти радиус. Здесь действительно очень сложно начать, но все-таки можно заметить, если провести вот такую линию, то по этому построению мы получим здесь кусочек длиной в 7, здесь кусочек длиной в 7 и точно такое же симметричное продолжение. Другими словами, и здесь будет кусочек длиной в 15, и здесь еще один отрезок длиной в 5. Не сложно видеть, что длина всей вот этой хорды будет 5, 5 и 14, то есть 24. Также важно понимать, что если мы проведем вот такой отрезочек, который будет параллельно идти тому, у которого длина 15, треугольник, который получится, будет проходить через центр, потому что здесь 90 градусов, и мы должны опираться на диаметр. А это уже дает нам что-то. Здесь радиус, и здесь радиус, где одну из сторон мы знаем. Пусть эту вторую обозначим как X. Тогда если я закрою тут прямоугольничек, вот этот кусочек будет 15 минус X. И еще один важный момент. В этом треугольнике мы тогда, получается, знаем 15 минус X, знаем пятерочку, а значит можем найти вот эту сторону, как корень из 15 минус X в квадрате плюс 25. В добавок скажу, что если обратить внимание на этот треугольник, в нем мы знаем сторону 15, и знаем здесь 19. А значит гипотенуза будет корень из 15 в квадрате плюс 19 в квадрате. И попробуем его сразу не считать. Это в свою очередь дает нам возможность сказать, что диаметр в квадрате, это будет вот этот квадрат, плюс второй катет в квадрате, это то, что тут написано. То есть, также можно посмотреть на желтенький треугольник, где 24 в квадрате, это первый катет в квадрате, плюс X в квадрате будет давать тот же самый диаметр в квадрате. То есть, получается, две этих вещи равны. Я просто перенесу. Тут будет 576 плюс X в квадрате равно 225 плюс 361 плюс 225 минус 30X плюс X в квадрате плюс 25. X в квадрате уничтожается. То есть, 30X будет 360 минус 101, а значит 260. То есть, X это будет 26 в третьих. Почти 9. Но как только мы знаем X из желтого треугольничка, мы пишем 26 в квадрате плюс 26 в третьих в квадрате равно диаметр в квадрате. Здесь получается 26 в квадрат поделить на 9. И тут еще, можно сказать, 9 таких 26 квадратов деленных на 9. То есть, всего будет 10 раз 26 в квадрате поделить на 9. Так как это диаметр в квадрате, то корень это будет сам диаметр. И можно его записать как 26 поделить на 3 корни из 10. Отсюда, если мы хотим узнать радиус, мы просто диаметр делим на 2. То есть, будет 13 в третьих умножить на корень из 10.